Бордер ударился в историю. На страницах своих социальных сетей крупнейший отечественный производитель замков выкладывает архивные документы и фотографии об истории возникновения предприятия. Кто не знает, сегодняшний гигант вырос на Рязанском заводе счётно пишущих машин. Строительство было запланировано постановлением экономического совета номер 194 в 1938 году за подписями Молотова и Большакова. И вот 29 января Бордер отметил 75-летие бренда Сам и 15-летие бренда Бордер, с чем мы его сердечно и поздравляем. Долгожданный Крит А8 поступил на склад и доступен к заказу. Теперь и с новым вариантом покрытия торцевой планки. Если раньше она была только в цвете хром-блестящей, то теперь появилась в цвете хром-шлифованной. Для нас такой вариант привычнее звучит как никель матовый. Помимо этого в ассортименте Крита появилась новая модель ЗВ-7255 с ручкой. Размеры замка совпадают с замком ушедшей эпохи ЗАЗ-4-6. Дверной мир накрывает чёрным. Всё большую популярность на входных и межкомнатных дверях получает фурнитуру в так называемом монохромном исполнении. И многие производители и поставщики подстраиваются под растущий спрос. Крупный поставщик замков фурнитуры Трейдлок достаточно давно внедряет в ассортимент рубочки, накладки и другую фурнитуру в чёрном цвете и едином стиле. Тот же Крит выпустил рассмотренную ранее конфетти в чёрном исполнении. Производитель замков Миттем для своих сувальдников также добавил чёрные накладки. Немецкий Абус раскрасил Бравус 4000 в чёрный матовый и чёрный полированный. Рост цен продолжается. В России и Китае идёт строительный бум. Заказы и поставки арматуры продолжают расти. И вместе с ними цены на металл. Из-за роста цен на сталь в декабре 2020-го каждый дверозамочник увеличил цены на свою продукцию от 5 до 10%. Такое же подорожание было и в прошедшем январе уже 2021 года. Некоторые вновь запланировали увеличение цен на февраль. Выражаем надежду, что отпускные цены на металл в ближайшее время всё-таки остановятся и стабилизируются. В правительстве уже заявили, что программу льготной ипотеки под 6,5% пора плавно сворачивать. Недавно на ютубе наткнулся на никем не анонсируемую новинку – электромеханическую накладку в интересном дизайне, с потенциально удобным монтажом на дверь и широким функционалом. Жаль, никакой информации пока нигде нет. Будем следить за появлением и новостями по ней. Заметим тенденцию. Электронные замочные гаджеты постепенно заходят и к нам. Медленно, но верно движемся по пути европейского рынка. Там, на замочно-строительных выставках, электронная продукция занимает до 90% всех новинок в экспозициях. 26 декабря крупный производитель металлических дверей Торекс отметил своё 30-летие. Торекс – это один из первых отечественных производителей, который запустил крупносерийное производство металлических дверей в Саратове в 1990 году. За это время произведено более 6 миллионов единиц продукции, которая реализуется сегодня в 120 городах России и стран СНГ. 26 января 2021 года крупный производитель замков «Гардиан» заявил о другом достижении. В этот день количество проданных замков с завода перевалило отметку в 30 миллионов штук. Поздравляем и ждём выпуска замка в юбилейном исполнении. А на этом пока всё. Есть что сказать о своей компании или продукции – присылай на newsddsobakamail.ru. Мира и достатка в вашем доме, друзья. До новых встреч!